65 лет исполняется российской службе следователей-криминалистов. Эти специалисты собирают улики на месте преступления. Находят невидимые на первый взгляд следы, которые помогают установить реальную картину преступления. Проводят исследования с применением так называемого детектора лжи. Смогла ли наш корреспондент Ольга Пырочкина обмануть умный прибор? И какие хитрые средства есть еще сейчас в арсенале экспертов в нашем репортаже? Осень прошлого года. В Чебоксарах родители боялись отпускать детей одних в школу после информации, что в городе появился педофил. Делом занимался следственный комитет. Проведено множество экспертиз. Раскрыть личность преступника помогли кадры с камеры видеонаблюдения. Девочка шла со школы. За ней неустановленный мужчина. Пошел, то есть проследовал за ней, зашел в подъезд, где в лифте совершил в отношении нее насильственные действия. Видеозаписи были изучены отделом криминалистики. Была установлена автомашина. Иногда камеры, кадры с которых могут помочь следствию, устанавливают в местах, где их не видно невооруженным взглядом. Выявив такую, с помощью специального обнаружителя можно раскрыть убийство. Так произошло в Козловке. В первые же сутки нами было обследовано колоссальное количество территории, зданий и сооружений. С одного здания удалось найти, обнаружить, изъять видеозапись, которая нам впоследствии помогла раскрыть данное особо тяжкое преступление. Важнейшие улики – отпечатки пальцев. Часто преступник оставляет их на изоленте или скотче, которым, к примеру, заклеивает жертве рот. К снятиях помогает специальная жидкость – стикер-лаб. Предположим, я, преступник, беру скотч и заматываю потенциальной жертвой, скажем так, рот. Во время обмотки, касаясь поверхности липкой лентой, пальцами рук, соответственно, остаюсь на этой поверхности три пальца рук. Берем нейтрализатор, брызгаем на поверхность скотча, и он идеально отходит. Если отдирать скотч без средства, отпечатки не сохранятся. Вот здесь фрагменты пальцев. Мобильный источник риминалистического света может показать пятна, которые не видны при обычном дневном свете. В данном случае это просто следы от тяжелой мебели. Однако высветят такой прибор и то, что преступники пытаются смыть. К примеру, кровь люминисцирует под ультрафиолетом. Про следующий прибор все слышали, но мало кто видел его в действии. Так называемый детектор лжи или полиграф. Выводы, которые получают при исследовании, доказательствами в суде не являются. Однако помогают следователям сориентироваться. На личном опыте проверено. Обмануть прибор практически нереально. Так я сразу выдала себя, солгав о своем имени. Вас зовут Клавдия? Нет. Ольга? Нет. История российской службы криминалистики началась в 1954 году. Все убийства, которые произошли за этот год, в Чувашии раскрыты. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов. Республика.